здравствуйте уважаемые друзья если у вас так как и у меня за окном конец весны или же вы смотрите этот ролик в начале июня самая пора приготовить изумительное эксклюзивное вино из цвета бузины цвет у бузины очень ароматный насыщенный имеет некоторые медовые нотки и вино из такого материала получается очень ароматным такое вино было приготовлено мною в 2020 году и в этом 2021 году я делюсь с вами уже проверенным и испытанным мною рецептом покажу вам в этом ролике два вида вина которое можно приготовить из цвета бузины и в конце ролика поделюсь с вами своим впечатлением продегустировав такое замечательное вино и так обо всем и подробно срываем ее когда все соцветия уже распустились по количеству хочу сказать что бутыль должен быть немного неполным вино мы будем приготовить трехлитровом бутыли поэтому цвета бузины нам необходимо на один бутыль примерно чтобы они заполнили его полностью не приминая и не прижимая слои также на один трехлитровый бутыль нам понадобится 200 грамм сахара десяток изюминок изюм мы добавляем для того чтобы дать старт брожению как известно на поверхности изюма находятся естественные природные дрожжи также я добавлю пяток листочков суданской розы или всем более известной как чай каркаде это не повлияет на вкус нашего вина но придаст интересный цвет нашему вину поэтому каркаде добавит немного так сказать розовости нашему конечному продукту бутыль засыпаем соцветия бузины мыть бузину не нужно так как мы смоем всю пыльцу которая даст аромат смотрим просто чтобы не было их насекомых и допускаем это все в бутыль засыпаем сахаром добавляем каркаде и изюм и заливаем хорошей чистой водой можно водой из крана но для этого она должна быть отстоянная самое лучшее вот как у меня я буду использовать родниковую воду бутылированную же воду я использовать не советую затем накрываем бутыль капроновой крышкой с клапаном для выхода углекислого газа или же можно одеть обычную медицинскую перчатку проколов один из пальцев перчатки теперь я расскажу о втором варианте приготовления вина из соцветий бузины второй вариант заключает в себя все то же самое что и в первом только мы добавим распустившиеся лепестки пиона и он даст интересный свой присущий ему аромат также окрасит вино в очень красивый слегка розоватый цвет на трехлитровый бутыль достаточно будет лепестков из трех-четырех бутонов пиона хочу сказать что пион необходимо использовать темно-бордовый не красный не розовый не белый так как они абсолютно непригодны виноделью и так проделываем все то же самое что и с первым вариантом только мы добавили сюда лепестки пиона добавили сахар добавили изюм каркаде во втором варианте нам не понадобится все это мы хорошенько размешиваем деревянной лопаткой и ставим на брожение такое вино у меня бродило течение пяти суток я его поставил в таком месте что с утра и до обеда на бутыли падало солнце и затем уже остальное время бутыли находились в тени зависимости от окружающей температуры время брожение может быть другим может быть и 7 суток а может вино выбродить и за трое-четверо суток следующий этап нам необходимо отделить от сусла цветы бузины в первом варианте и во втором варианте цвет бузины и лепестки пиона они уже нам не нужны они уже отдали свои ароматы свой цвет нашему будущему вину процеженная через дуршлаг сусла мы отправляем обратно бутыли добавляю я второй раз сахар на этот раз я добавляю по 150 граммов в каждой бутыль если необходимо довожу до уровня добавив воды опять размещаю крышки с клапаном и оставляю дальше сбраживать вино на этом этапе вино у меня бродило около трех недель брожение было очень бурным в конце этого временного отрезка брожение было еле заметным этого было достаточно чтобы на дно бутылей выпал видимый осадок само вино заметно осветлилась теперь мы приступаем к следующему это любым удобным для вас способом сливаем молодое вино с осадка стараемся его не затронуть промываем бутыли возвращаем в них вино и третий раз добавляем сахар моем случае я добавляю еще по 150 граммов сахара в каждой бутыль посмотрите как вино выглядит на этом этапе уже хорошо видно что вино с пионом имеет более интересный цвет далее мы опять деревянной лопаткой хорошенько размешиваем сахар ставим обратно крышку клапан и уже оставляем вино на тихое брожение где-то на месяц-полтора моем же случае вино находилась на медленном брожении около двух месяцев итак друзья финал нашей истории у нас получилось замечательное вино хочу сказать что попробовав оба варианта вино получилось ароматным с интересными цветочно-медовыми нотками вариант же с пионом получился немного терпким и с легким привкусом аромата пиона я доволен обеими вариантами так что советую вам воспользоваться моим рецептом и побаловать себя таким вот эксклюзивным замечательным вином хочу еще дополнить что в этом году хочу попробовать вариант с добавлением лепестков чайной розы на моем канале уже есть ролик я делал вино из чайной розы кому интересно под роликом будет ссылка сейчас я хочу попробовать вино из цвета бузины с добавлением лепестков чайной розы думаю такое вино тоже меня не разочарует так что друзья спасибо что досмотрели ролик до конца пишите свое мнение в комментариях ставьте лайки а кто не подписан милости прошу подписаться на мой кулинарный канал до встречи